Меня зовут Роберто. Я, наверное, известен вам благодаря паблику МДК, но кроме паблика МДК мы создали много интересных вещей, о которых я постараюсь рассказать через эту, надеюсь, будет интересно, лекцию. Мне управлять с помощью… Можно вот так пробел. Для начала скажу, что я представляю сферу метамедиа. Метамедиа – это такой странный зверь, который вытекает из классической теории информации. Постараюсь вас не загружать, на самом деле, термины, постараюсь в более фановом таком ключе рассказать о сложных вещах. Поэтому, что представляют собой классические медиа? Это газеты, телек… Так, меня лучше слышно, да? Это газеты, телек. Многие социологи вообще говорят, что первые СМИ – это таверны, какие-то форумы. А метамедиа – это то, к чему как раз пришли вот эти классические СМИ. То есть они перетекли в новую информационную парадигму – социальные сети, медиа, новые медиа. Вопрос, почему? Ну, первое – это развитие интернет-технологий. Понятное дело, когда у вас газеты и приходит новая аудитория из интернета, вам нужно перетекать в интернет. Второе – интернет – это прежде всего не только информация, но и эмоции. Как показали последние исследования, именно из-за эмоций люди лучше воспринимают информацию. Потому что на самом деле месседж сам не важен. Важен ту эмоцию, которую он называет. Я расскажу почему. Fake news. То есть берете псевдоавторитеты и пытаетесь прогнать какую-то интересную мысль. Еще один настоящий эксперт – это два ведущих американских социолога, которые как раз рассуждают о теории информации. По сути, людям не важно, что мы пытаемся донести, а ту эмоцию, которую мы им передаем. Самый ближайший кейс исторический от нас с вами – это выборы президента США. Трамп против Хиллари. Это классический кейс не только в информационных технологиях, но и для маркетологов. Потому что выигравший – это тот, кто вызвал больше всего эмоций. Я по разбору от политологов, от политтехнологов прогонял полную чушь. То есть главный лозунг – делаем Америку великой. По сути, какие свои предвыборные обещания он выполнил на протяжении своего президентства. Но только начал работу… Есть люди, которые интересуются американской политикой. Это как раз разбор Обама Кэр. И то он так и не построил всем известную стену между США и Мексикой и не прекратил войну в Сирии. Только наоборот. Он обещал вернуть людей с войны, а в итоге начал в большей степени бомбить. Информационная война. Феномен информационной войны, на самом деле, сложно разбирать в рамках нашего государства. Потому что все докладчики на многих известных форумах, так назовем, они изолируют идею, что все против России. Создаются какие-то некие учреждения за границей. В том числе совсем недавно была новость, конечно же, фейковая, о том, что в США создается институт для того, чтобы противодействовать российской угрозе. О том, что складываются огромные деньги для того, чтобы как раз противодействовать эмоционной угрозе, в том числе с известным каналом Russia Today и все остальное. Как к этому относиться? Конечно же, это все для того, чтобы создать какой-то миф о том, что вокруг нас враги. Хотя, ну не знаю, работает это или не работает. На самом деле, если посмотреть опросы, то все, конечно, могут вычислить фейк, ну вот, одно раз-два. Ну и мы говорим о Сталинице, конечно. Это Москва и Санкт-Петербург. Как тут написано, прежде всего, нету информационной войны, потому что война – это конфликт между двумя государствами. А мы имеем дело в гражданской войне. Например, гражданская война была в США информационная, Хиллари Трамп. Гражданская война была в Brexit. Это у Англии сторонники двух партий. И вот сейчас мы являемся свидетелем той же гражданской войны только либеральные СМИ, против прокремлевских. Какими способами пользуются во время этой информационной войны? Это постправда, вбросы, мимификации, фейк-ньюс и кликбайты. В принципе, они как раз построены так, что вот самое актуальное – это сейчас постправда. Термин был сформирован в 2010 году и является главным его определением в том, что нам выдают как раз этот фейк-ньюс. Сейчас как раз фейковые новости стали причиной краха многих классических СМИ. Все гиганты, которые мы знаем, допустим, Guardian Times просто захлебываются в долгах, потому что они имеют огромные информационные структуры и не могут покрыть расходы. В то же время идет рост таких сайтов, как BuzzFeed, HalfPost, Aprox, если кто знает. Это сайты, которые просто доносят шесть причин того, чтобы уйти с работы. Или, например, шесть невероятных теорий заговора. То есть это просто чистейшие кликбайты, рассказывающие как раз о том, что пользующиеся совершенно ненужной информацией. То есть это чистая эмоция. Вам нужно знать, как решить ту или иную проблему с помощью глупого заголовка. Да, и построение вот этого заголовка как раз это четыре слова. Четвертое оно как бы… Я сбил смысл, извините. Про обросы я уже сказал. Мимификация. Одна из причин, почему выиграл Трамп на выборах, это как раз то, что маркетологи, которые работали в своей компании, это мимифицировали его с помощью уже устоявшегося мема «Лягушонок Пепе», если кто знает. Они вбросили… Ну как бы нельзя сказать, что это их чистая заслуга. Это заслуга пользователей 4chan и Reddit, которые уже и без того пользовались мемом как раз «Лягушонок Пепе», «Крестоносцы», «Титан-одиночество» для того, чтобы описать какие-то политические события. И они, грубо говоря, примазались к этому хайпу и мимифицировали своего кандидата, тем самым сделав его ближе к той думающей аудитории молодых людей, которая как раз колебалась между двумя… Как в South Park это объяснили двумя как бы кусками одного и того же говна, по сути. Что же сделали пользователи интернета с нынешним возможным кандидатом в президенты Алексеем Навальным? Они просто тоже оживили старый мем с «Абэмой», смысл весь этого мема в том, что просто какое-то возможное недовольство заслугами США по разложению России, и вот они просто сжали фигуру Алексея Навального и запустили так называемый «Форс» с ним. То есть это чисто пользовательская инициатива, тут нет никаких, не знаю, левых вбросов, если мы можем сравнивать это между двумя компаниями. Хилари, фейк-ньюс, то же самое. В принципе, каким же инструментом пользовалась, например, оппонент Трампа? Она постаралась педалировать идею, что Трамп – это агент Кремля, то есть она постоянно это повторяла. Это как раз один тоже из атрибутов манипулирования общественности. То есть это постоянные повторы. То есть это протекает из той же теории Геббельса о том, что нужно постоянно вдапливать одно и то же. К сожалению, сейчас нет возможности ставить радиорупоры на каждом столбе и повторять одну и ту же информацию. Сейчас одна и та же информация повторяется с помощью одних и тех же источников. Вы можете заметить как фейковая новость о том, что какой-то депутат прокомментировал запрет въезд какого-то российского певца на Украину и пять источников. И все они там с одного какого-нибудь агрегатора известного, не знаю, Медиаметрикс или Яндекс, просто вот в столбом вот так стоят. Про кликбайты я тоже рассказал. Но мем не вечен. То есть мимификация, она на самом деле освоена российскими экспертами в медиа достаточно давно. То есть, наверное, все знакомы с холдингом «Спасибо, Ева», который делал долгое время фановые видео, посвященные сначала порошку «Тайт», потом американским горкам и везде, когда они нащупали формат псевдодокументалистики, где рассказывается, не знаю о том, что папа римский специально зовет Дмитрия Медведева на американские горки для того, чтобы прочертить с помощью этих американских горок цифру 666 и тем самым загипнотизировать его и сделать сторонником США. Все начиналось безобидно, с всяких приколов сионистских теорий и всего остального. Но потом начались настоящие вбросы о том, что голосуйте за нужного кандидата, потому что другие кандидаты не очень хорошие. Сначала это работало, но когда один формат педалировался, мы совсем недавно видели тот же формат сравнения Алексея Навального с Гитлером. Наверное, все видели этот ролик. Это тоже псевдодокументалистика и это как раз стиль «Спасибо Еве» был. Прямо точь-в-точь. И мы видим, как он сработал в обратную сторону, потому что один прикол дважды не прикольно, по сути. Вот мы видим волну популярности, например, какой-нибудь личности, тот же жирный Ди Каприо, и ту же волну личности оживших героев нулевых. Это Сергей Дружко. И мы видим, как несколько выпусков начинают хайпить, а потом через несколько выпусков нам начинают сначала закидывать рекламу, потом какие-то другие интересные мысли политического содержания, потом человек встречается с критикой других блогеров, потому что благосфера насыщена людьми, которые думают, и как он идет назад, и как вот его сила вот этого мема, когда он был еще актером, прежде всего, на РЕН-ТВ и ТНТ, падает. То есть если тут сидят маркетологи и пытаются в своей компании задействовать мимификацию, то нужно понимать, что мем лучше создавать, чем использовать старый, потому что он не выстрелит. Опять же, страшилки, блокировки сайтов, пропаганды на YouTube. Это, сразу перейду к кейсу, блокировка социальных сайтов на Украине. Вот, это тот же обратный эффект о том, как эффект Барбары Стрейзен сработал на том, что поднял рейтинги для блокировщиков сайтов. Ну, обхода блокировщиков, извините, и VPN. Как российские СМИ запустили сами новость о том, что на Украине творится беспредел, фашизм, чисто закрывают известные сайты. Пользователи, думающие пользователи запустили тоже волну форсов о том, что теперь мы не поговорим с любимыми девушками, или друг из Украины сразу превращается в мертвую собачку, известная аватарка ВК, когда пользователь удаляется. По сути, как раз мы видим, как манипуляция сознания, сознанием о том, что в другой стране творится фашизм, как раз помог людям, обычным людям, в другой стране, которые смотрят тоже также наши СМИ, понять, как обойти вот эти блокировки. Потому что мы, как бы одна из самых передовых стран, можем объяснить другой стране, как пользоваться обходом, даже с подачи федеральных СМИ. Фашист, сатист, педофил, мученик. Очернение личности с помощью социальных медиа. Многие знают о том, что достаточно накриветать на человека, и он, не знаю, просто становится нерукопожатным. Приведу пример. Есть такой пользователь ЖЖ, другой. Рустам Дагамов. Просто СМИ вбросило о том, что он педофил, мразь и все остальное. Там не было даже какого-то сильного разбора. То есть какой-то, не знаю, реально просмотр статьи. Человека заочно привлекли к суду, написали об этом в интернете, и пользователи просто превратили его в педофила. У человека не было возможности оправдаться. Сейчас же, когда у людей есть возможность оправдаться с помощью Ютуба, например, как Алексей Навальный после наезда Алишера Усманова записывает теперь каждое видео, комментируя слова, тем самым нивелируя его в медийный наброс, он никогда не уходит от ответа. Даже если его обливают зеленкой, он показывает это. Я знаю людей, которых обливали всякими помоями, и они пытались скрыть это. Потому что это стыдно, по сути, когда тебя пометили. Сейчас же стать мучеником гораздо выгоднее, потому что тем самым ты привлекаешь не то что внимание, ты становишься ближе к людям, которые хотят открытости. Почему у людей так популярны молодые видеоблогеры? Потому что они как раз пытаются рассказать о своей жизни. Этот пример о том, что ты столкнулся с такой проблемой, о том, что тебя облили зеленкой, это в принципе как раз жиза, по сути. Молодежь и политика, то есть протесты в мире, протесты в Москве. Да, авторитетов сейчас нет. К сожалению, я не могу говорить о западном рынке, потому что, опять же, на фоне президентской кампании в США можно говорить о том, что авторитеты, такие как кинорежиссеры, музыкальные деятели, Леди Гага, Кэти Перри, они не могут привлечь кандидатов вообще никак. То есть они могут говорить о том, что Трамп – сексист, Трамп – чмо, Трамп – исламофоб, но их мнение как-то не считается за какую-то, не знаю, то, что можно принять как данность. Многие пользователи, то есть можно было посмотреть, что типа пойте свои песни, но не указывайте нам, что делать. Что же делается в России? Опять же, можно смотреть волну видеопродакшена с политическим содержанием. То есть это было еще давно, можно тоже посмотреть по клипу Тимати. Типа подумай, как-то там было, может кто-то подскажет, измени себя сам, а потом изменяй страну. То есть это было первой «Ласточкой» на самом деле. Потом совсем недавно был клип «Алисы Вокс» о том, что те, кто выходят на митинги – малолетние деграданты. Потом еще рэп-исполнители ртом подключились. И это еще раз доказывает теорию о том, что люди искусства никак не могут повлиять на вот этот политический климат. То есть они могут легко продавать нам какие-то продукты маркетинга, то есть там, не знаю, зубную пасту, но если они пытаются какие-то глубокие вещи копнуть, то это сразу выглядит как минимум смешно. Блогеры не помогут. Фейл – это тоже результат, это определёнка. Перейдем сразу к кейсам. А нет, вот, фейк-ньюс. Наверное, не знаю, много ли смотрело людей с видео с тапком, где какой-то, назовем его, просто пьяный мужчина словил белку и представляет о том, что тапок, который на нем – это есть мина. Видео кажется, на самом деле даже по описанию, к сожалению, не можем показать, кажется глупым, то есть каким-то, не знаю, бредом сумасшедшего. Но один из редакторов нашего мета-СМИ увидел в нём какой-то потенциал. Сказал, что что-то в этом есть. И он, во-первых, его разместил у нас, заметил какой-то отклик, закрепил на стене, сделал закрепленную запись и потом начал делать мемы. То есть сразу сработал эффект информативности. То есть когда люди видят на каком-то большом портале какой-то контент, который предусматривает какое-то знание, допустим, теории, назовем это так, матчасть, какую-то предпосылку, они начинают интересоваться, почему это должно быть мне смешно. Вот. Удивительное фото. То есть как бы... Мы начинаем иронизировать, что этот тапок как раз есть технология науч-прома, или, не знаю, настоящее оружие, или, например, это реальный ФСБшник. Людям сначала не смешно, они начинают интересоваться, почему, типа, расскажите мне суть, откуда мем, все остальное. И внезапно появляются люди в комментариях, которые начинают кидать это видео или начинают объяснять своими словами. Так как раз формируется магия, миф о том, что это, во-первых, смешно, во-вторых, это нужно как-то подтверждать. То есть буквально за две недели вид, просто вот, не знаю, совершенно идиотское видео перешло в Live News, потом перешло в классические медиа. То есть этого человека начали приглашать по телеку, то есть он запустил свой YouTube-блог, он начал продавать мерч, то есть, но без поддержки вот какой-то информационной, потому что, ну, они его заюзали и бросили, то есть как бы с жирным дикапрё было совсем. И о нём все забыли, то есть, но он как бы просёк фишку о том, что, ну, то есть, кто-то взял его всё-таки как менеджер, то есть, и сказал о том, что в своём паблике должен дальше продолжать делать такие видео. Ну, по сути, он начал, и вот, это та же история с камой пулей, если вы, наверное, все знаете. Вот, этот человек после того, как пролечился в наркодиспансере, он вышел со свежим умом и понял, что он теперь интернет-звезда. Он тоже завёл свой блог и начал поучать молодых людей о том, как стоит им строить свою жизнь. Вот, как бы, вот так рождаются психологи. Классический кейс. Наша работа с Game Insight. Если кто не знает, это классическая ферма. Трайбис. Туземцы. Вот. Предыстория. Появление появления каких-то вот мемов, связанных с этой игрой, что играть круто, играть классно. Пользователи начали, не знаю, заходить в комментарии, тоже интересоваться, дайте ссылку на App Store, дайте ссылку на Android, почему эта игра классная. Ну, конечно, она классная, потому что сразу на многих пабликах, тогда их было, на самом деле, не так уж много. То есть, был такой, небольшой интернет-пузы, говорится о том, что я только и делаю, что после школы прихожу и сразу запускаю эту игру. Это как, не знаю, про покемонов было, о том, что, в принципе, смотреть было нечего, бегу после школы рассказывать о том, как классно. Классно. Вот. Положительные комментарии. Игра вышла в топ веб-сторе по России за три дня. Так. Это, на самом деле, первая fake news, которая у нас удалась. Она была еще в 2013 году. Подсказывает мне. Она началась с того, что мы решили попробовать как раз вот этот тренд о том, что знаменитости умирают. Самая, не знаю, часто умирающая знаменитость была Джеки Чан. То есть, до сих пор она где-то там 20. До сих пор она умирает где-то 25-26 раз по многим таким прикидкам. Совсем недавно люди похоронили белорусскую писательницу. Я не помню уже, как ее зовут. Да. Вот. То есть, эта новость настолько зашла, что она дошла до официальной пресс-службы актера, и ему пришлось сказать о том, что он жив. Вот. И самое интересное, что в 2015 один из видных ученых, социолог, сказал о том, что бесполезно опровергать fake news. Потому что само опровержение уже является новостью, является трафиком для того сайта, который оно запустило. Потому что фейк новости, они генерируют больше трафика, чем сами классические СМИ. То есть, если тут сидят молодые предприниматели, то вам проще, не знаю, сделать сайт на WordPress и каждый день писать какую-то чушь. Вы заработаете больше, чем будете реально заниматься какой-то аналитикой. Потому что за последний год, наверное, 6 или 7 сайтов запустилось, которые по-буквенно разбирают заявления каких-то политиков, чтобы понять, врут они или нет. И эти сайты, они, не знаю, наверное, там заходов 200-300 уников в день. Когда у fake news просто тысячи, десятки тысяч. И эти люди зарабатывают больше денег. И все доходит до того, что классические СМИ начинают перенимать это. То есть, они сами начинают запускать fake news. Это на самом деле видно, не знаю, стоит ли гордиться нашей страной в этом плане, но у нас прям тоже вот очень любят эту тему. То есть, многие сайты там, Звезда, Царьград и все остальное очень используют fake news для того, чтобы привлечь аудиторию. Ну, плач по отжиму Керри. То есть, это в топы Яндекса. Да, в топы Яндекса было тогда чуть проще зайти. Что же делать? Ну, вот это на самом деле слайд, который я не смотрел. Потому что… Что же делать с позицией, если вы бренд? Конечно же, работать с молодой аудиторией. То есть, по опыту скажу, что вкладывать молодых школьников, которые, не знаю, многие бренды плюются, как раз это, во-первых, дешевле, во-вторых, это даст какой-то профит по времени. То есть, та же Coca-Cola вырастила целое поколение людей, которые просто зависимы от их газировки. За счет того, что она с детства прививала, вот с помощью вот этих детских реклам, детских коопераций, о том, что это напиток, который должен быть всегда на твоем столе. У нас же, к сожалению, вот это как бы… Не знаю, у нас бренды… Ну, наверное, специфика российского рынка, потому что у нас всегда он будет вторичен. И, наверное, то, что… Это классическое маркетологическое ядро 25-45, оно всегда будет интересовать маркетологов больше. И бренды, прежде всего. Не бояться экспериментов, делать новое. Ну, не бояться провокаций, потому что мы видим, как, по примеру, таких крутых компаний, как Aviasales, как заходят крутые SMM-кейсы. И можем видеть, например, у многих банков российских, Альфа, Банк, Сбер, по многим операторам соцсетей, что они не боятся даже вступать в срачи друг с другом. Делать новое. К сожалению, делать новое сложно, потому что даже я, когда генерирую идею с креативщиками, всегда сталкиваюсь с тем, что на самом деле я придумал то, что уже придумал велосипед. Но это не из-за того, что я плагиачу в своей голове о том, что на самом деле я являюсь потребителем уже той культуры, которая надиктовывается запада. Потому что, к сожалению, у нас нет какого-то сейчас современного культурного ключа, от которого можно плясать. Все фильмы, все комиксы, все компьютерные игры, сериалы, они как раз запада. Поэтому все, что мы делаем, многие агентства делают креативное, это является вторичным продуктом. Когда многие каннские кейсы запада, они как раз такие ноу-хау. Ну, теперь есть время для вопросов, если у кого-то есть вопросы. И все. И все. И все. Простите, пожалуйста, я прерву. Если вопросы, кто был на предыдущих лекциях, не нужно их в зал, потому что никто не знает, о чем вы спрашиваете. Сейчас Роберто будет отвечать, будет непонятно, поэтому давайте микрофон. В общем, я спрашивал о том, почему мем или некая тема, шуточная, она выстреливает на все меньшее и меньшее количество времени. И в том числе вы в своем паблике двигаете вот это вот. Вы мем месяца, в следующем месяце новый, новый, новый. И если ты не в теме, то ты себя чувствуешь каким-то ущербным получается. Спасибо. На самом деле, каждому месяцу, наверное, 3 или 4 мема, то есть они где-то по неделям. Все из-за того, что, ну, можем вспомнить все там свидетели из Фрязина, который там 10, сколько уже, 20 лет назад был. И он реально очень долго раскручивался. И все из-за того, что не было социальных сетей. Были форумы, там, удавком, там, упячка, все остальное. И пока там люди оставляли пост, уходили там покурить, там, попить, ходить на работу, возвращались, поржали, снова ушли, сгенерировали и вернулись. А сейчас время идет настолько быстро. Мы используем месседжеры, там, не знаю, просто уже скоро силой мысли будем эти мемы передавать. И серьезно, времени очень мало. То есть у меня был, у нас календарь есть, вот этих форсов, по сути, как русских, так и западных. Они реально держатся неделю. И мне кажется, неделя это как раз тот стандарт, который будет держаться многие годы, по сути. Потому что, ну, как бы, вот понедельник запуск, четверг пик, и в воскресенье все про него забывают. Типа, ну, самый сильный вот Блетт, вот этот, типа, новельный, он месяц продержался. И то за счет того, что его дико форсили просто все. То есть вот оно шло от самых молодых, по сути, то есть от двочеров, потом там, не знаю, в телеграм-каналах форсилось, потом вышло в социальные сети, потом дошло до самой старшей аудитории в фейсбуке, потом ушло в одноклассники и потом появилось вообще на форумах. То есть оно сделало полный круг. А иногда вот мемы, например, какие-нибудь, не знаю, современные, что там, не знаю, пропагону в Москве тоже, наверное, всех задевают. Что-то про скриптонита, вот, совсем недавно скриптонит, про плохую дикцию, вот, шутка. И она не дошла до фейсбука, потому что, ну, люди там за 30, за 40 слушают, там, ну, максимум басту, там, не знаю, там, оксимирона. А шутки со скриптонитом для них непонятны, потому что не все там смотрят вот это телешоу в дуть. То есть именно вот благодаря ему как раз люди поняли, что человек не очень внятно разговаривает, поет. То есть телки-телки, бла-бла-бла, телки-телки. Вот, по сути, неделя, вот, это стандарт, который будет длиться очень долго. Надеюсь, он так и продлится, потому что мы всегда гонимся за чем-то быстрым. То есть быстрые машины, там, мы вот… Но в то же время сейчас на Западе вот это движение slow life, то есть оно такое, то есть ничего не… То есть медленное, то есть они педалируют, медленно, медленно все делают, медленно жить, там, медленно что-то получать. Они вот как раз ведут вот к этому, то есть к какому-то вот этому уходу первобытно. Да. Хорошо, да, вопросы. Большое спасибо за лекцию, очень было интересно. Такой вопрос. Как вы мемы генерируете и как из того, что вы нагенерировали, вы понимаете, что этому стоит уделить внимание и это форсить дальше? Ну, сложно сказать. Ну, вот, например, с тапком. То есть не я это придумал, это придумал наш главный редактор. Я вообще не верил в то, что какой-то алкоголик, который сидит и представляет, что он взорвется, может стать как бы мемом, по сути, человеком-мемом. Также, наверное, с Трампом, наверное, никто не думал, что политического персонажа можно сделать, комбинировать с зеленой лягушкой и сделать из него такой вот как бы мем. Это реально такой инсайд. То есть я могу заметить, что мне уже 25 лет, и я, наверное, уже как раз не мыслю в сторону мемов, а больше какие-то такие продавающие вещи. А люди там 18-19 лет, они вот спокойно генируют мемы. То есть они сидят в конфах и накидывают. То есть случилось какое-то событие, допустим, там в Ростовской области мужчина избил до полусмерти женщину с помощью курицы. Вот. Это реальная новость. Серьезно. Это не фейк-ньюс. И из этого тоже сделали мем. Но из него форс не получится. То есть это как бы или форс, или шаблон. То есть шаблоны – это вот как раз, не знаю, лицо плачущего Николса Кейджа. Вот. Это типичный шаблон. То есть закидываешь на рисовач сервис с картинками, где можно наложить текст. Вот. Эти сервисы как раз, они показатель того, что в топах как раз и находятся те мемы, которые актуальны. Вот это такая универсальная температура по больнице. Можно судить о том, что стал это мем форсом или нет. Вот. Ответил на вопрос? Нет? Спасибо за сообщение. Хотел узнать, есть мемы, которые когда-то выстрелили, ну, были популярными, спустя какое-то время потеряли популярность, а спустя еще какое-то время вернулись и начали снова бомбить, ну, в каком-то, может быть, не так сильном, или наоборот, еще сильнее, чем когда-то было. И там, может быть, это с промежутком полгода там произошло. Ну, условно, да. И второй вопрос. А вообще мемы – это история про сугубо молодежь? Или там это вырывается куда-то уже, там, я не знаю, 55-60 лет? И, ну, и там тоже отрабатывает свое. И третий вопрос. Ну, вот вы, я не знаю, это можно ли назвать, вы как бы работаете в этой сфере, как бы инвестируете условно на короткие сроки, да, вот, ну, то есть мем живет, как вы сказали, неделю. И, ну, если вот такой сделать параллель с биржевым, что ли, рынком, там есть вот люди, которые зарабатывают на моментах, вот, а есть люди, которые делают ставки на какие-то длительные вещи. Вот в мемах нету такого, что есть какие-то ставки на какие-то мемы, которые могут жить год, например, ну, или там, условно, долго. И надо отрабатывать этот мем, и отрабатывать, ну, такого рода. Я понял суть вопроса. Так, про мемы, которые выстреливают через какое-то время. Ну, зайду издалека, то есть все знают дратути. Вот, это просто неудачно, ну, если вот взять вот эту деревянную лавку, и с фоткой тоже получится какая-то рожа. Вот, этот мем, он пришел из Штатов тоже. Появился у нас, получил какую-то просто дикую популярность, про него все забыли, и внезапно он был в Японии. В Японии он стал настоящим трендом, там японцы просто усирали с него. Вот, и тот же вот сейчас мем Darrow, то есть он тоже появился из-за того, что сфоткали смешно собаку. Эта фотка, она долгое время появлялась, всплывала, всплывала где-то, про нее забывали. Стоило было наложить какое-то идиотское слово, и все, это стало мемом, то есть это форсом стало. Но, как бы, это, скорее всего, такие культурные вещи, то есть в Штатах это прожило несколько дней, у нас несколько недель, а в Японии это реально стало трендом, там игрушки начали шить. Но есть классические такие вещи, там, не знаю, филоцераптор, опять же тот же свидетель с Фриазина. Вот это классика, то есть говорят, не баян, а классика, вот, и она вот как бы всплывает иногда. Она всплывает как, типа, как хорошие воспоминания, но чтобы стать мемом, который постоянно выстреливает, к сожалению, такое невозможно. Старая технология не может внезапно всплыть и стать какой-то, не знаю, мы не можем начать пользоваться Сименсом внезапно. Вкладываться в мемы, наверное, ну, это не биткоин и не блокчейн, к сожалению. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь сможет провести, не знаю, IPO, как он называется, для того, чтобы… Да, есть биржа мемов, да, но она, это все в фановом таком ключе. Но есть, конечно, задел на то, чтобы сделать работу тех, кто генерирует мемы, ну, не знаю, такой, чтобы не стыдно было детям сказать, вот я делаю мемы. То есть вот, я летаю в космос, я делаю мемы. Это должно, в принципе, быть торжественное, потому что многие люди, которые создают эти форсы, они неизвестны, то есть это анонимы в чистом виде. То есть кто их создал, ну, как бы… Мне вот повезло, что я работаю с этими людьми, и они как бы иногда делают, как бы создают что-то прямо из ничего, иногда подключаются. Но тот, кто создал, это человек считается народ, типа фольклор, народный фольклор. Но все же у человека, то есть должно же быть какое-то имя, оно хотя бы, не знаю, не должно быть указано на каждом втором меме, но хотя бы в каких-то… есть сайт knowyoumem, не знаю, там должен быть какой-нибудь автор все-таки написан, потому что многие художники, я знаю, там типа Дюрана, не знаю, кто-то еще, сейчас очень, к сожалению, мало стало художников, которые делают фановый контент, все-таки должны быть указаны. Вот, я так считаю. Вот, у меня сейчас можно спросить? Спасибо вам большое за лекцию. Для меня, наверное, ваш паблик был одним из, в принципе, первым таким СМИ вообще в детстве и независимым СМИ, а потом в 2013-2014 году начались какие-то давления на вообще любые там почти паблики МДК, ой, ВКонтакте, которые там… Вот, и, соответственно, я и у вас заметил какие-то завихрения, в том числе манипуляции, со знанием общественным. Вот, и в том году я как раз отписался, потому что, ну, как-то мне не понравился контент, потому что мне казалось, что вот немножко здесь все-таки есть, чувствуется, что вот давление, вот как-то вот на вас надавили. И вот у меня, собственно, вопрос, как вы преодолели какое-то, да, там, какое, ну, это самое давление? Сейчас ли есть какая-то у вас цензура? Как-то какие-то давят ли на вас в данный момент? И как вы с этим справляетесь? Мешает ли это сильно работать? Или все-таки сейчас как-то посвободнее стало работать? Потому что вас несколько раз закрывали, по-моему, да, и постоянно, в принципе, грозятся. Вот, как с этим справляться, собственно, в интернете? Спасибо. Ну, как сказал банкир Тиньков, если у тебя есть бизнес, то ты длиной, то какой-то большой, какое-то ты имеешь влияние, то тебе приходится плясать между общественным мнением и как раз властью. Вот, совсем недавно РБК продали, то есть одно из самых крутых СМИ, последних крутых СМИ. И у нас в России, наверное, не осталось ни одного независимого. Ну, кроме, может быть, Миндузы, но она как бы не российская. Ну, как бы про Россию, но не российская. И сейчас как раз правительство идет в сторону блогеров, для того, чтобы тоже их схватить за причины и места, для того, чтобы они не говорили, не нужна информация. Нет, к сожалению, почему-то. Не знаю. Думаю, что мы сами придем. Есть определенное давление, то есть как раз момент того, что, ну, уголовное прежде всего, потому что со статьей о оскорблении чувств верующих появилась удобная возможность любого схватить как раз за то место. Потому что на тот момент ВКонтакте было практически, ну, только ленивое сообщество не шутило на тему там атеизма, каких-то вещей, связанных с исламом, все остальное. И, учитывая тем более ментальность русских людей о том, что, ну, как бы цитировать какие-то такие вещи, такие националистического порядка, которые, ну, на самом деле, являются цитатами многих известных писателей, многих поэтов, ну, на самом деле, странная практика, потому что многих людей просто вот схватили и вот там за какую-то цитату чуть ли не Пушкина, чуть ли не какого-то известного тоже писателя захотели посадить там на несколько лет. Вот. Нас же хотели посадить, условно закрыть за цитату Гагарина, что, типа, в космосе был, Бога не видел. Как-то вот так было. Вот. И просили, чтобы мы опровергли, просили, чтобы, ну, как бы нам пришлось удалить контент, потому что, ну, он являлся неправомерным. Вот. И сейчас мы боремся с тем, ну, как бы сейчас мы, во-первых, ну, как бы стараемся, как бы своей мысли донести большому количеству народу, но при этом не попасть под статью. и просто не публиковать тот контент, который является, ну, как бы запрещенным, а, Конституция РФ, и, б, правилом ВКонтакте. То есть эротика и всякая там грайн-гор, порно, копра и все остальное. А можно вопрос вот от меня? Про Гагарина просто пришло в голову. А вот раньше в прессе была достаточно популярна такая история, когда просили опровергнуть совершенно, наверное, в общем-то, ну, понятно, что это глупость. Можно было, ну, и, наверное, и сейчас можно, но плюс-минус не опасно было красиво опровергнуть так, чтобы требующий выглядел еще большим мудаком. Ну, то есть это было, довольно много было таких, в том числе в советских газетах появились такие вещи остроумные достаточно. То есть, например, если вас, условно, скажем, просят опровергнуть Гагарина, вы можете написать, ну, значит, Гагарин там в космосе был, Бога видел. Это выглядит как потому, что нас попросил об этом МВД. Все, это выглядит очень глупо. Ну, могут ли такие вещи, как относится к таким вещам наше законодательство, и можно ли такие вещи делать мемами? То есть продлевать этот мем искусственно с помощью какого-то отпора, а не удалять глупо. Ну, как бы, надо чисто. Я скажу о практике, когда какую-то газету, я не назову ее точно, просили опровергнуть то, что у священника в РПЦ там машина за 5 миллионов рублей. Сказали, что типа, опровергните эту инфу. Типа, у меня есть машина, но опровергните эту инфу. И написали вот это письмо. То есть мы публикуем это письмо. Вот. И выглядело очень глупо, но все равно удалили эту статью, удалили это письмо. То есть это тоже является, ну, как бы, частью неправомерного контента. То есть это публикация личной переписки, назовем это так. Что касается, если мы попытаемся... Я привык. ...переди... Да, да, да. То есть, грубо говоря, иронизировать надо этим. Мы опровергаем. У нас машина за 7 миллионов, а не за 5 у него. Да, да, да. Да. Мы такое не пробовали, но мы обязательно попробуем. Надо дождаться только Пасхи. Вот. 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 И мы это сделаем. А можно, пожалуйста, чуть больше про практическую сторону всего вот этого вот? То есть для малого бизнеса, например. Потому что там было про туземцев, еще что-нибудь типа того, кейсы какие-то, может быть. С малым бизнесом, на самом деле... Здесь все как-то пространно немного. Хотелось бы больше про практическую сторону. А вот какой малый бизнес вы имеете в виду? То есть там... Какой сегмент? Здесь много кому будет интересно. Я не хотел бы конкретизировать. Просто мы изначально поставили себя так, что мы работаем с крупными брендами. То есть сейчас у нас Макдюрокс, Сникерс, Кола, все остальное. С малым бизнесом мы работали, наверное, в своем зачатке. То есть когда там было у нас до миллиона. И сейчас малый бизнес очень хорошо себя чувствует на малых посевах. То есть на вот этих небольших пабликах. До ста тысяч. Вам нужно найти свою аудиторию. То есть, допустим, у нас был неплохой кейс с работой с киберспортсмены. То есть мы нашли паблик, где сидят потенциальные киберспортсмены и просто публиковали как раз там эти рекламные объявления с помощью биржи, с помощью закупок, таргет. Как бы это классическая история вот в этом плане. К сожалению, как бы мимифицировать что-то для малого бизнеса как бы очень сложно. То есть, допустим, если мы говорим о… Нет, нет. Окей. Вы продаете спиннеры. Мимифицировать спиннеры сейчас просто очень-очень легко. Даже примазаться к этой волне. То есть публикуете, потом закидываете в комментарии уже свои вбросы. Можете… Ну, если у вас есть паблик, посвященный вашему бизнесу, то есть, по сути, ваша площадка, то вы просто публикуете вот эти мемы, создаете, занимаете какую-то креативную команду, которая делает мемы, посвященные вашему продукту. И только отслеживайте просто, куда уходит трафик. Все. Работайте с этими ключевыми клиентами. А, давайте последний уже вопрос какой-нибудь тут. Ладно, девушка. Да, девушка. Я хотел спросить, можно ли использовать мемы, чтобы… Мне интересно, если можно, то как определить вот эти мемы, которые будут для них актуальны. То есть, да, это все смешно для школьников, или там до 30 лет, но взрослая аудитория, она же тоже может угорать. Да, кстати, получается, я не ответил на ваш второй вопрос про взрослых людей. И как раз вот сейчас он опять всплыл. Наше агентство работает не только с ВКонтакте, не только с Телеграмом, не только с Твиттером, где сидит в основном молодая аудитория. Мы работаем еще с Фейсбуком. То есть, мы ведем там группы брендов. Там как раз сидят люди от 35 до 40. И контент, который может рисовать людей из того же мема. То есть, сейчас вот это поколение, которое мы считаем взрослым, оно на самом деле не такое уж и взрослое. То есть, молодость искусственно подливается. Вот эти взрослые люди, порой кажутся, вот эти дяденькие в костюмах, и в результате тоже хотят полугорать. Они говорят на русах. Крайминг-клещи. Можно просто как бы сделать какую-то… пробный креативный залп. Смотреть, как реагирует аудитория на мемы. Дратути, там все остальное. Если они не заходят, не находят какого-то отклика, то можно просто зайти на популярный сайт «Я плакал». Не знаю. В «Одноклассники» посмотреть, что-то просто спуститься до демотиваторов. С другой стороны, если мы говорим про думающую аудиторию, которая все-таки иногда позволяет себе раз в месяц почитать какую-нибудь книгу, пускай посвященную бизнесу, информационные статьи, посвященные бренду. Это какой-то продукт. Рассказать, наш продукт интересует вас ибо потому, ибо почему, и все остальное. Вы не можете не называть бренд, просто какой контент вы сейчас используете. Ну, в принципе, я понял. Мамочки, мамочки, сейчас, не знаю, вот сейчас делюсь просто, не знаю, бизнес-кейс, ну, бесплатно. Паблик «Я же мать». Полтора миллиона подписчиков. И каждый раз он растет. И этих пабликов просто плодится огромная куча. Молодые матери, еще не матери, потенциальные матери, уже, не знаю, бабушки. А про пап есть? «Я же отец». Нет, к сожалению. «Я же пать». О, вот бизнес-кейс, «Я же пать». Вот, на самом деле, можно найти, вот, и аудиторию можно найти там. И прежде всего, как раз можно использовать юмор, потому что эти паблики, они паразитируют на старых пастах. То есть там о том, что вот я забеременела, там, я не такая, как все. Или наоборот, вот они не такие, как все, а вот я такая, как все. То есть я, например, там, не знаю, люблю своего ребенка, и мне, например, насрать, что там вот эти девушки без детей, что обо мне думают. То есть вот сейчас вот эти две струи информационные есть. И можно использовать вот эти истории, какие-то милые, какие-то ужасные, какие-то, не знаю, противные. Какие-то, ну, в любом случае они вызывают, да, да, там, допустим, история от подписчицы. Замечательно просто там. Наши подписчицы делятся такой-то историей. Вот. Это как тот же известный кейс с Woman.ru, где сидит, не знаю, мужик лет 50 и придумывает эти истории. Мне изменил муж своей подругой там. Вот. Вот на самом деле вот эти все. Да, можно попробовать. То есть можно начать с милоты, посмотреть, как это реагирует, а можно посмотреть, как реагирует там реально на какую-то шокирующую новость. Это, на самом деле, нужно, опять же, понимать ментальность вот всей страны. Потому что какие у нас новости выстреливают? Не знаю, распятый мальчик. Ну вот, замечательно. То есть вот. На самом деле, вот с каким-то вот милотой кошечками, это, на самом деле, вот это чисто западная история. Это вот у них смотрят милых котиков, собачек, там, пухающих панк. Вот это все, вот это их любимое. А вот у нас, как бы, не реагируют. У нас эти вот эти ролики, они даже не набирают просмотров. То есть гифки не набирают просмотров. А вот жесть, там, вот это все. Прям вот эта злость, она почему-то вот... Хотя уровень агрессии вот у них больше. А вот можно вот, опять же, маленький вопрос напоследок. Это уже совсем последний, у нас почти времени нет, но просто он к тему. Я, поскольку я главный редактор сайта popmech.ru, я тоже немножко в этом понимаю. Вот один из последних у нас мемов, который просто выстрелил вообще. Причем мы его год назад сделали, он тогда выстрелил, мы его подняли, он выстрелил. Это вот известная история про то, что коты боятся огурцов. Вот. Она от нас потом расползлась вообще повсюду. У нас-то было подно как психология котов. Ну, понятно, популярная механика. Но на самом деле это выстрелило, наверное, потому что там и котики, и агрессия. Или вот... Да, потому что на самом деле все мы внутри как бы садисты. Я уверен, что большинство людей просто взяли этот огурец и начали экспериментировать со своим котом. А потом говорят, это популярная механика посоветовала. На самом деле огромное спасибо, Роберто. Я думаю, всем было интересно. Вот. Я послушал из-за сцены. Буду использовать в своей собственной работе. Если у вас есть какие-то еще дополнительные вопросы, мне кажется, у кого-то было. Я думаю, Роберт сейчас не убегает прямо и не исчезает. Вот мы можете вот где-то только, единственное, не вот здесь, а вот около сцены поговорить, задать какие-то дополнительные вопросы и так далее.